К преимуществам TVBOX WONTER X можно смело добавить в поддержку AMLOGIC Video Engine AVE на аппаратном уровне. Приставка умеет кодировать и декодировать защищенные форматы видеозвука. Аудиодекодер поддерживает все популярные форматы и прекрасно их перегоняет формат 5.1 и 7.1. В итоге покупатель получает полноценный комбайн для телевизора, который умеет все. Краткий обзорчик TVBOX WONTER X3. Стильная упаковка и не менее привлекательная приставка создают приятные впечатления при первом знакомстве. Внешне TVBOX выглядит круто. Боевая раскраска в темных тонах с яркой изюминкой. Кстати, первое впечатление, что приставка создана для игр и в процессе тестирования это подтвердилось. Качество сборки хорошее. Внимание заслуживает дизайн. Китайцы не поленились и сделали корпус красивым и добротным. А вот пульт, идущий в комплекте, больше напоминает полупубликат. Благо продавцы в интернет-магазинах учли несовершенство и предлагают сразу приобрести нормальный пульт дистанционного управления. Но это мелочи. Относительно удобства использования. Убогий лаунджер и странности в работе голосового управления портят общую картину. Возможно, производитель доработает прошивку и все проблемы исчезнут. Но это теория. Пока что просмотр контента на телевизоре вызывает недовольство. С другой стороны, у ТВ-бокс Вонтер Х3 прекрасная производительность. Полностью отсутствуют лаги в играх, да и троллинга нет в тестовых приложениях. Неожиданно. Большой объем ПЗУ для 128-гиговой версии. И мощный чип прямо-таки определяет назначение приставки. Поговаривают, что Вонтер прикупил ОМ-версию приставки HK1 и слегка доработал, выпустил на рынок под своим именем. Учитывая схожесть по внешнему виду и начинке, поверить в подобное заявление легко. В бюджетном классе до 50 долларов девайс практически не имеет равных по производительности и функциональности. Поэтому рекомендовать ТВ-бокс можно смело всем пользователям. В бюджетном классе до 50 долларов девайс практически не имеет равных по производительности и функциональности. Поэтому рекомендовать TV Box можно смело пользователям, которые планируют смотреть контент, видео в высоком качестве и играть в Android игры. Делая упор на игрушки, лучше отдать предпочтение версии с PZU на 128 гигабайт и обзавестись нормальным гейпадом.